Уважаемые, уважаемые жители, уважаемые товарищи, уважаемые граждане, давайте буквально две минуты пешим. Уважаемые представители перевозчиков, уважаемые участники совещания, я действительно некорректно повела себя в своих высказываниях. Если я вас кого-то оскорбила, обидела своим высказыванием, я прошу дослушать меня до конца. Я приношу свои извинения, потому что вчера и сегодня очень эмоционально идет совещание, и поэтому действительно я не сдержалась, поэтому приношу свои извинения. Мы продолжим дальше совещание отвечать на тот вопрос, который я начала. Вот я вот, допустим, все, что вы сказали, там, будет такой, часть такая, да, вот той, сибой, какой-то, я ничего не понял, отвечаю. Я вам просто говорю, у меня ребенок ездит уже два дня на двух автобусах до Нового Байдевича, с поселка Бритомского. Раньше он ездил на одном автобусе, ну, на 56-й, туда-обрату, он сейчас просто туда не может, это раз. То есть за мой, на мой сибжечер, он два раза упал на дверь. Просто, сейчас дети все так едут, понимаете? Они добираются до школы, потом там на прикладных путах. Кто-то вообще не понимает, куда он садится, потому что не понимает, что это за автобус, куда он едет. Понимаете что? Вы объясните, на какой бумаге вы решили, и вы постановили, не спросив ни одного человека в городе, смертного, скажем, который смотрит из окна автобуса, а не из окна автомобиля с водителем, что эта реформа выгодна, там нужна, да, действительно. Я спросил, что, да, это вот такая, вы такие красавцы, вы сейчас везите, и все люди вам будут в ноги падать. Да никто вам не падает, вам голову готовы были отпустить, вот серьезно. Вы говорите, у вас два дня, мы уже, говорит, с 18-го числа, я укреплю, и все дальше. Потому что я боюсь... Я не могу с вами работать. Вы причем-то взять иMore. А мы уже, а мы... Я сказал, вы боялись, по-моему, вещания. Я вы не actuал. А у вас здесь все. Я обязательно к readily available. Я пришла, понимаете? Я люблю вот эти базы, которые не базы. Ладно, это вы с ними разберетесь. Вы с вами-то что сделаете? Вы вот после саботы работаете, а нам, правда, что угорает? В настоящее время, когда реформа транспортная запустилась, были выявлены определенные недочеты, которые, к сожалению, не были изначально учтены. Хотелось бы ответить. Я могу отвечать или кто-то еще вопросы задаст? Я вам задаю вопрос. Не оставьте безработки. Эти недочеты, которые сейчас всплывают, они сейчас устраняются в рабочем порядке. Итак, уважаемые коллеги, мы слушаем мужчину, который с Притомского, переводчик с Притомского. У него есть вопросы. Пожалуйста, давайте закончим этот вопрос, а дальше переходим к следующему. Мы все готовы выслушать вопросы и предложения. Пожалуйста, закончите вопрос, и мы ответим на это. Пожалуйста. Вы сказали, что был милитор, что вы все эти нюансы, все пожелания людей учли. Где вот эта бумага ваша юридическая, вы говорите, что были там люди, приезжали, смотрели, там, допустим, сколько там загружены, 21-го, 56-го, нужен ли 21-й, надо ли там добавлять 56-й. Где эти документы, где ваши правовые эти акты? Этот документ, обличок, был озвучен на комиссии безопасности, которая 15 апреля была. И там, как раз на этой комиссии, были расходы на божонце. Где? Где? У нас на божонке 5 апреля. Все прошло, не говорите, было принято на комиссии безопасности. Какой, 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 какой принятый, покажи. Смотрите, с тобой, вот смотрите, сожжение у нас, да, мы начинаем, смотрите, мы начинаем, ну, на этом, это наш, ну, наш менталитет, мы всегда начинаем ломать копья после того, как что-то совершилось. Дайте сказать, пожалуйста. Ну, вы хотите сказать? Вот тогда у меня встречное предложение. Почему? Я понимаю, что этика муниципального служащего, она должна присутствовать в рамках скандальства, но человеческую этику и обращение друг к другу уважительно, какое у вас право на меня называть на ты, либо там кричать на меня, либо называть социальные сетя и в сетях мразами, тварями. Скажите, какое есть право у обыкновенного человека вот это делать? Поэтому я что-то не прошу, давайте другую относиться в вашу жизнь. Вы не дай рамках, вы не дай рамках, вы не дай рамках, вы не дай рамках, я не смогу удовлетвориться. Да вы отключайте, что вы так отдаёте, как вы? Хорошо, я ещё раз думаю. Нет, какой мы, прямо у дяди, что-то у кончёта. Значит... Значит...